здравствуйте друзья я погружусь немножко в мемуарный жанр и света мне поможет хотя она еще не знает о чем речь как всегда дело в том что буквально через неделю ну там полторы недели по-моему это было 11 мая 2011 года то есть 10 лет исполняется 11 мая исполняется 10 лет как мы начали учить в онлайне то есть портнов компьютер скула с 94 года с августа скоро 27 будет а вот именно онлайн-класс начался 10 лет назад надо сказать что в то время с одной стороны в воздухе все это витало что нужно онлайн-классы предлагать с другой стороны не было платформ таких не было вообще одну как сказать толчок нужен вот так скажем нужен был толчок канала на ю тубе в том смысле как он сейчас есть или как потом стал тоже тут не было и в общем непонятно было как это сделать как сделать онлайн-класс понятно было что мы не хотим в него брать местных потому что они просто недоучиться и будут конкурировать с теми кто на кампусе и как бы окажется в очень сложном положении поэтому мы сказали значит местных не берем в онлайн а остальные пожалуйста и там предшествовала этому очень интересная история то есть я долго ходил смысл я о том что надо бы но как-то не получалось начать а это была рецессия связанная с финансовым кризисом так как-то не самый пик и и но в общем не не лучшие были времена совсем и вот в это время светлана ходила на общественных началах на какой-то там семинар вебинар живьем где человек рассказывал я не помню о чем это чего так как это паблик спикинг навыки паблик окей публичная речь публичная речь она ходила на какой-то там метап может быть что там было и там был дяденька американский который вот можно сказать вошел в доверие и войдя в доверие он подрядился нам поставить наш ну портнов компьютер школ процессы поставить на должный уровень не имелось ввиду про онлайн класс но в целом процесс и он брал не слабо он брал две тысячи в месяц да и приходил один раз в неделю там на часа два полтора и поначалу было борзенька борзенька потому что мы там планы какие-то на стене какую-то диаграмму там писали каждую неделю мы там отчитывались и так далее но у меня я вам сказал хотелось бы вот онлайн класс и несколько месяцев он из нас выкачивал по 2000 долларов и задним числом я могу сказать что абсолютно ничего не не произошло с этим дяденькой кроме того что мы запустили онлайн класс то есть как-то он послужил таким триггером я извиняюсь за выражение вот и на форуме говорим про вес я написал что вот хочу попробовать и собралось девять человек поскольку у меня полный архив резюме с года наверное 20 вот можете представить у меня сохранены все резюме с двадцатого года 2000 я извиняюсь 2000 2000 вот а это было в одиннадцатом соответственно я пошел глянул просто в архив и посмотрел не был уверен но посмотрел там было девять человек которые собрались вот так поэкспериментировать и денег их меньше брал поскольку но эксперимент и вот они неплохо кстати устраивались и следующей группе уже было 14 в следующей группе было 18 то есть можно сказать что за первый год забыла 9 при 14 23 плюс 18 соответственно 41 студент вот это были результаты первого года но существенно было то что я отрабатывал курс и много вопросов на которые не было в тот момент ответа и многие ответы которые я тогда нашел я и сейчас их использую потому что они были простыми бесплатными вот мне например когда совсем дети приходит там 17 лет 18 бабушка привела вот сейчас и я говорю хотя и к вам skype нет есть они дети говорят не году skype это же отстой я бы ты знаешь берем да но давай-ка ты заведешь аккаунт подключишься ко мне эти опрещу в чат и тогда и значит вот я тогда начал использовать skype встал вопрос о том как в skype мы собираем группу на скайпе я шлю ссылку на вебинар и все подключаются но в чем делать вебинар и тоже я смотрел на одно смотрел на другое и мы пришли к такому инструменту который называется ну изначально это было go to meeting но go to meeting имеет относительно незначительное ограничение по количеству участников поэтому есть более дорогая версия go to вебинар который мы пользуемся и у меня лицензия там на 500 пользователей не потому что собирается 500 человек а потому что до этого минимально это 100 ближайшие а потом уже 500 100 мне мало поэтому я беру на 500 и там очень многие вещи можно делать но в частности например там можно чатиться со студентами которые в классе но дело в том что я хочу чтобы меня оставался рекорд запись оставалась переговоров наш и не только у меня а у тех студентов которые например не были в классе все многие не могут успевать они там день кто-то рак ведет кто там не в том часовом поясе они потом прорабатывают материал то есть все это потихонечку вот так складывалось как сейчас и так же как тогда я не пользовался из-за принципиальных соображений я не пользовался системой автоматических продаж на когда человек пришел на сайт заплатил деньги вот он уже там куда-то включен я и тогда этого не хотел я и сейчас этого не хочу то есть я хочу чтобы человек заплатил деньги только после того как мы с ним пообщались я дал ему ссылку и он пошел по ней заплатил чтобы не было таких кто заплатил не поняв почему он заплатил за что заплатил чего то есть я одни не считаю за труд убедиться что каждый как бы понимает что делает и так далее так далее так что вот эти 10 лет конечно большой объем работы там произошел потому что если поначалу например там было не так много народу вот если допустим группа я их нумерую все я все резюме когда делаю у меня в онлайн-плате все резюме начинаются с номера группы первая группа 1 тире и фамилия там иван сидоров там там вторая группа 2 тире там там абрам как селисон там и так далее в общем сейчас у меня идет тридцать шестая группа заканчивается и вот как бы в мае в мае 18 числа с как детки красиво в мае 18 числа начнется группа номер 37 вот значит 36 групп я отучил примерно 3 с копеечкой то есть не ровно 3 но так три с половиной месяца на группу хоть не 4 а так три с половиной то есть в некоторые года бывает 4 а так вообще 3 ну так до 36 групп и вот та группа в которой учились основатели двое из трех основателей тест про вот это была группа номер 17 по моему это тринадцатый год что такое 13 14 не помню вот группа номер 17 и там было человек наверное уже 65 65 может как 70 ближе а вот уже в девятнадцатом году восемнадцатом году там как-то она уж совсем разрослось вот я помню у меня была группа в ноябре что ли 19 так там было 220 человек вот что позволяет за небольшие за небольшие в общем-то деньги отпускать товар да то есть там 1000 долларов сегодня это гораздо меньше чем 1000 долларов десять лет назад я вас уверяю вот выросли цены на аренду помещений если раньше скажем 10 лет назад на 1000 долларов может быть можно было снять что-нибудь самое дешевенькое там на месяц с трудом представляю что ну допустим то сейчас от самого дешевенького это наверно там и на две недели не снять то есть как бы в инфлированных деньгах сумма остается той же а на самом деле снижается фактически потому что их много в классе кроме того это позволяет мне если не в каждом классе то зачастую или там почти в каждом классе какие-то дополнительные вещи делать ну вот например год назад когда пандемия жахнула я сказал себе мы кроме 40 часов которые мы просто так учим еще 20 часов я включаю автоматизации просто чтобы дать людям возможность выйти на рынок с большим количеством каких-то навыков может быть они не стали там как-то достойно писать код но во всяком случае они вообще там приобщились к гитхабу к rest api там и так далее ну то есть какие-то вещи у них появились которые можно в резюме написать им будет что сказать такого плана и сейчас например я если вы помните татьяну кержнер которая у нас была на канале недавно вот она там базами данных много лет занималась молодые то аналистам я и говорю слушай давай запишем 10 занятий по сиквелу это язык для написания запросов базах данных очень востребованных я когда сделаем 10 уроков и у меня есть деньги чтобы заплатить я сейчас думаю надо бы мне обновить тот курс по автоматизации который у нас в записи есть более серьезный курс но там он восемнадцатого года запись последний этого надо обновить пусть будет 21 у меня есть там стоит несколько тысяч у меня и у меня есть несколько тысяч чтобы заплатить в этом как бы преимущество того что группа большие с точки зрения интерактивности она достигается ну во первых в чатах и в и так далее так далее во время урока тоже немножко есть я не хочу сказать что там по нулям но конечно меньше кроме того у нас есть не не в нашей школе онлайн а на кампусе есть bootcamp ну как бы такая версия интерншипа где люди в течение месяца full time ну или шесть недель когда по вечерам они делают проект нормальный такой вполне проектом как все что положено и там у них да и группы там небольшие там по 20 человек и за счет того что они проходят онлайн-класс им скидка идет существенно то есть если вы пойдете брать такой bootcamp независимо да то он будет стоить там я думаю 1000 долларов плюс registration фи там на студенте бежит 1250 долларов а из онлайн класса но им стоит 500 то есть вы экономите 750 долларов и там уже достигается вот это индивидуализация уже группа 20 человек и там full time сотрудник вами занимается не между делом а прямо full time и там он ниоткуда то мнение не с украины там или из казахстана он вот прямо тут у нас очень там full time сотрудник порно в компьютер school разбирает там с ними каждый тест кейс который они пишут индивидуально каждый баг репорт который они пишут индивидуально они у них там agile такой жесткий каждый день у них утро начинается с agile скрам митинга потом всякие дискуссии презентации там и так далее и вот они в течение месяца на full time основе делают такой проект и там решаются те вопросы которые практически невозможно решить в очень большой группе да они решаются там в небольших если человеку это нужно если он достаточно подгазовлено просто взял основной класс за 1000 долларов и пошел если его нужно как-то углубиться пожалуйста на еще 500 долларов заплатил и кардинально кардинально усилил вот эту связь того что учится в школе с тем что происходит на производстве у нас в школе тоже проекты есть там два проекта пока они учатся но просто здесь уже настоящий такой аджайл в течение месяца и на полтайм основе там очень жестко и там у них немножко из автоматизации там идет и тоже там тоже средства и 5 с постманом и там у них и слаг там у них и жира 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 у нас сейчас просто в классе вот мы внедрили как бы да то есть раньше этот жира была только на проектах а сейчас мы уже думаю нужно пускай будет у всех потому что жира стоит денег то есть за каждого человека который пользуется даже со скидкой это в общем какие-то деньги ну мы духом с ним заплатим деньги там у нас в общем то есть да то есть в этом удобство того что группа большие так что сечка а на твоей жизни как-то сказалось появление онлайн класса нет с другой стороны я сейчас могу заниматься этим из дома мы с тобой можем путешествовать и я при деле поэтому что то есть друзья в этом что то есть и когда мне хочется потрепаться ну или когда для дела нужно я общаюсь там со студентами с будущими студентами их вопросы они прям имеют доступ ко мне живой прямой у меня нет людей которые между мной и студентами но кроме преподавателей которые тоже ведут уроки здесь есть несколько помогают навести уроки ну и есть лора которая делает резюме вот и и отрабатывает ответы на вопросы на интервью так что между между мной и студентам никого нет и никогда не было то есть как бы прямой доступ к телу цвета блогера передвижника но не надо так иностранными словами по всяком случае я хочу сказать что политика открытых дверей вот это open door policy на когда ты можешь зайти и с тобой разговаривать они говорят тебе приходить через три недели там у вас и пойдут будет open door policy это в наше время очень редкая штука потому что это дорого стоит то есть человек должен быть на месте эти и его отрывают и прерывают и он в общем иди купим я хочу сказать что купить такое дорого вот а у нас она как бы прилагается я хочу сказать что сколько народу сейчас вот пытаются учить там онлайн что меня поражает что все эти как бы копии суррогаты которые как бы заимствовать в портнов компьютерского и продают под своим лейблом все берут гораздо больше денег чем мы вот это потрясающе если мы в состоянии это отдавать за 1000 долларов то там и тебе и полторы будет или как-то в некоторых там 3800 поэтому в общем то мы умудряемся это делать недорого дешевле чем другие при том что я надеюсь что лучше чем все другие поскольку у нас порядок больше опыта любых единицах которых вы измеряете опыт у нас его больше на порядок иногда больше чем порядок поэтому 10 лет назад друзья 10 лет назад было положено начало да а конца этому друзья не видно потому что это образ жизни потому что это вот то как мир сегодня развивается и и будет развиваться это вектор такой мощный в общем то можно сказать что мы в некотором смысле стоим самом начале у истоков хотя вроде столько всего уже есть но еще столько впереди мы увидим я надеюсь все друзья счастливо светочка давай ты от лица портнов компьютер скул помашешь ручкой и скажешь до встречи на встречи субтитры сделал DimaTorzok